Здравствуйте, мои замечательные слушатели подкаста. Сегодня я предлагаю вам прослушать медитацию Берты Хеллингера «Родители». Когда мы рубим дерево, мы можем сосчитать его годовые кольца. Каждый год новое кольцо. В кольцах растущих я жизнь проживаю. И опять новое кольцо, растущее кольцо. В кольцах растущих любовь проживаю. Существует первое кольцо любви. И второе кольцо любви. И третье кольцо любви. И четвертое, и пятое. Так вот, первое кольцо любви начинается с наших родителей. Начинается с любви наших родителей друг к другу, как к паре. Из этой любви между нашими родителями появляемся мы. Они зачали нас, своего ребенка, и приняли к себе. Они кормили нас, оберегали, защищали много-много лет. Принятие этой любви от них с любовью – это самое первое, базовое кольцо любви. Любви – это предпосылка любой другой любви. Как кто-то может позже любить других, если он не прожил эту любовь между своими родителями? К этой любви относится и наша любовь к предкам наших родителей. Ведь наши родители тоже когда-то были детьми. И они взяли от своих родителей и дедушек, и бабушек, то, что позже передали нам. И они тоже через своих родителей, своих бабушек и дедушек, были связаны особой судьбой и особой любовью, как и мы, с их судьбой. С этой судьбой мы тоже соглашаемся. И соглашаемся с тем, что между ними была большая любовь. Теперь мы смотрим на наших родителей, стоящих рядом. И смотрим на наших предков, стоящих рядом. И говорим им с любовью – спасибо. Итак, мы переходим к медитации. И вы закрываете глаза. Ты закрываешь глаза и возвращаешься в свое детство. Ты смотришь на начало своей жизни, на начало любви своих родителей, как мужчины и женщины. Их притянуло к друг другу с сильным влечением, притянуло чем-то большим, что стояло и действовало за ними. И ты смотришь на это великое, что соединило твоих родителей, и склоняешься перед ними. Затем ты смотришь на своих родителей, как они стали едины, и как из этого единого появился ты. Появился с благодарностью и любовью. Затем твои родители ждали тебя с надеждой и страхом, все ли пройдет хорошо. А затем тебя родила твоя мама с болью. Родители посмотрели друг на друга и удивились. Это наш ребенок? Да, ты наш ребенок. А мы твои родители. Они дали нам имя, дали нам свою фамилию. И говорили везде, это наш ребенок. С тех пор ты принадлежал этой семье. Ты принял свою жизнь как член этой семьи. И чтобы тяжелое не случилось потом, сама по себе жизнь от этого не пострадала. Это тяжелое потребовало от тебя очень многого. Но когда ты смотришь на это тяжелое, ну, например, меня отдали в чужие руки, или я не знал своего отца, я смотрю на своих родителей и говорю, самое существенное, что я получил от вас, что бы вы потом ни сделали, это моя жизнь. И тем не менее, я остаюсь в своей наполненности. Внутри себя я чувствую, я – это мои родители, и я знаю их изнутри. Например, я могу представить себе, где внутри себя я чувствую свою маму, где внутри себя я чувствую своего папу. Кто из них больше находится на первом плане, а кто больше на втором? Я позволяю им обоим выйти на первый план и соединиться во мне, как мой папа и моя мама. И остаться единым. Во мне они навсегда остаются вместе. И я могу радоваться этому. А не на самом деле во мне. И что бы еще ни случилось в моем детстве, я всему этому говорю «да». В конце концов, все разрешилось хорошо. я смог вырасти благодаря этому. Наряду с моими родителями было много других людей, кто помогал мне. Например, если моих родителей не было рядом, внезапно появлялись учителя или тетя. Или кто-то на улице спрашивал меня, «Что с тобой, малыш?» Он заботился обо мне, например, отводил меня домой. Их всех я принимаю в свою душу и в свое сердце, вместе со своими родителями. И внезапно я ощущаю огромную наполненность в себе. Если я принимаю все это с любовью, я чувствую себя наполненным. Эта любовь каждый день живет во мне. Эта любовь каждый день наполняет меня. И от себя, как от Юлии Ходарцевой добавлю, важно понимать, что ты любишь своего папу настолько же сильно, насколько маму. А свою маму настолько же сильно, насколько папу. Однажды осознав это, вы действительно выходите на новый уровень. Вы начинаете больше любить себя, больше ценить, больше уважать себя, потому что в тебе есть очень мощная любовь. Любовь твоих родителей. И родителей их родителей. И родителей их родителей. Вы слушали подкаст Юлии Ходарцевой. Я желаю вам гармонии, любви и счастья. Ваша Юлия Ходарцева. До новых подкастов.